Кеннеди Миллер представляет Бангкок Хилтон Николь Кидман в роли Катрины Стэнфон В фильме также снимали Стэнхолм Эллиот Хьюго Уивинг Джойс Миттерс Норман Кей Джером Эллерс Ной Тейлор Герда Николсон Полин Чан Льюис Флендер Рик Картер Дан Чендраверой А также Джуди Моррис в роли Кэтрин Холкнер Продюсеры Терри Хейс Даг Митчелл Джордж Миллер Оператор Джефф Бертон Композитор Грэм Ревнолл Режиссер Кен Камерон Пожалуйста, садитесь Когда вы меня отпустите Садитесь Делайте то, что вам говорят Сесть Приступайте к допросу Он говорит, что ради вашего же блага вы должны помочь следствию Я ясно выражаюсь? Да Два килограмма, четыреста грамм героина Ну и попала же ты в передрягу, малышка Этот человек хочет знать, кто твой поставщик Кто твой поставщик? Поставщик? Я не знаю Она его не знает Он говорит, что перед ним три раза за неделю сидят люди, которые теряют как минимум сто тысяч долларов И что примечательно, никто из них никогда не помнит, чей это товар Вам это не кажется странным? Его уже от всего этого тошнит, а я начинаю приходить в бешенство Со мной был один человек Его имя? Арки Реган Пишите Он фотограф Это он дал мне этот чемодан Мы путешествовали вдвоем Нет, это не правда Это правда Он вам не верит И я тоже Это уже старо как мир И даже тайцы спрашивают при регистрации Это ваш багаж, вы сами его укладывали Вы не везете, никакие передачи надоело Вы же отвечали на все эти вопросы Да, да Тогда начнем все сначала У кого вы приобрели наркотики? Говорю же вам, мне этот чемодан подарили И я буду отвечать только в присутствии работника посольства Здесь вам не Австралия, они вправе задержать вас на 7 суток, не предоставляя ни с кем свидания Пожалуйста, пригласите кого-нибудь из посольства Они сейчас все на площадке для гольфа Так что вам придется довольствоваться только нашим обществом У него есть два варианта Вариант первый Он может обвинить вас по статье 66 Хранение наркотиков За такое количество вам полагается пожизненное заключение Или он может обвинить вас по статье 65 Перевозка А это уже смертный приговор И никакого обжалования Никакой амнистии Только исполнение приговора В Таиланде Это смертная казнь через расстрел Я хочу тебе помочь, малышка Он хочет, чтобы ты согласилась нам помочь И чтобы ты признала себя виновной А в свою очередь он предъявит тебе обвинение только в хранении наркотиков Твоя судьба в твоих руках и только Нет, я не признаю себя виновной Ну что ж, если ты считаешь, что какой-нибудь адвокатишка сможет умаслить своими елейными словами Господ присяжных, ты ошибаешься, суда не будет Есть только трое присяжных, которых ты видишь Что это за страна? Как не может быть суда? Он говорит, что это их страна и что у них свои порядки И что вас сюда никто не звал У них существует поговорка Европеец на порог Жди разврата их грехов За три с половиной года моего здесь пребывания И к своему стыду я должен с ней согласиться Вы признаете себя виновной? Нет Ну и дура Закругляемся Идиотка Это протокол допроса Подпишите Подпишите Я не понимаю ни слова из написанного Понятное дело, мы же не в Австралии Подписывай ненормальное Не буду Что происходит? Он собирается тебя обыскать Но меня уже обыскивали Не полностью Ложитесь на кушетку Быстрее Вот так Лежите Нет Нет, пожалуйста, не надо Если станете сопротивляться, вам будет больно Нет Раздвиньте ноги Нет 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 за меня. Бороться за клиента это работа адвоката, любого адвоката. Я подготовлю вам список. Мой дядя сказал, что Стэнтоны пользуются услугами вашей фирмы уже много лет. Это так. Если бы перед вами стоял полноправный член семьи, вы бы не раздумывали, вы бы взялись его защищать. Я права? Ответьте мне. Могу я задать вам вопрос? Вы виновны? Плянусь, что я не виновна. Я ничего не знала, что там в этом чемодане. Я верила ему. Это будет неблагодарным делом. И в конечном итоге подозреваю, оно закончится неудачей. Сколько времени вам нужно на размышления? Я сообщу вам о своем решении незамедлительно. Вы можете сделать для меня еще одну вещь? Какую? Вы можете получить доступ к моим вещам? Если я скажу, что я ваш адвокат, и что там только ваши личные вещи, думаю, да. А что? Я хочу видеть своего отца. Я вам уже сказал. Я понимаю, вы не хотите больше касаться этой темы, но среди моих вещей есть дневник. Если бы вы могли ему передать этот дневник. Не думаю, чтобы от дневника была какая-то польза. Это дневник моей матери. Пожалуйста, сделайте это. Хорошо, если мне удастся. И передайте ему, что кроме него у меня никого не осталось. Не представляю вас поющим этот волшебный вечер. Давным-давно один очень глупый человек встретил замечательную женщину. И, похоже, нарушил ее покой. И в итоге ни он, ни она так больше не были счастливы. Простите. И что нам теперь делать? Они хотят, чтобы она созналась в хранении. В противном случае, они обвинят ее в транспортировке наркотиков, которые караются смертной казнью. Она виновна? Разумеется, нет, не больше, чем мы с вами. Мне кажется, я должен с ней увидеться. Зачем? Потому что она моя дочь, вот зачем? Еще вчера вы так не считали. Еще вчера я не видел этого дневника. Вы думаете, это будет разумно? Навряд ли. Но если бы мы были мудрецами, нам бы уже некуда было идти дальше. Я имел в виду не вас, а ее. Мне кажется, она возлагает на вас большие надежды. А мой вид ее разочарует. Вы это имели в виду? Зачем это, Ричард? Я просто пытался быть искренним. Иногда под маской честности скрывается безжалостность. На вашем месте я бы об этом не забывал. Я только пытаюсь ее защитить. Так сказать, выполняю функции отца. Вот вы снова пытаетесь меня заклеймить. Я вас понял, ва ваша честь. Я понял. Значит, вы не пойдете? Пойду. Просто не буду говорить, что я ее отец. Я скажу, что я ее адвокат. Скажу, что меня прислал мой партнер, Ричард Карлайн. Я ей уже сказал, что мы не занимаемся уголовными делами. А я скажу, что мы передумали. У вас, случайно, не найдется лишнего портфеля? Нет, не найдется. Уортингтон. Билл Уортингтон. А где мистер Карлайл? Это Ричард прислал меня сюда. Он хотел, чтобы мы познакомились. Мне кажется, я ясно ему сказала, мне не нужен другой адвокат. Нет, нет, вы не поняли. Я выступаю от его лица. Простите. Я сразу не поняла. Значит, вы работаете у мистера Карлайла? Нет, не совсем так. Это не совсем то, чтобы я работал на него. Мы, скорее, с ним партнеры. Итак, чем я обязана вашему посещению? Я вам здесь кое-что принес. Чай. Английский к завтраку. Терпеть не могу китайский чай. Витамины. Суп быстрого приготовления. Правда, я сам не пробовал, но продавщица его хвалила. Сухое молоко. Фрукты. Да. И фруктовый кекс. Из магазинов Фортнум и Мэйсон. Я каждый год заказываю все это в Лондоне. Это очень любезно с вашей стороны, но, боюсь, мне не разрешат забрать это в камеру. Не волнуйтесь, я это уже уладил. Скажите, мистер Карлайл берется вести мое дело? Он еще думает. Но почему? В чем дело? Он очень осторожный человек. Очень ответственный. И он не любит проигрывать. Это обнадеживает. Я тоже не люблю проигрывать, особенно когда на карту поставлена моя жизнь. Поэтому я и пришел к вам. Карлайл хочет знать, вы по-прежнему не хотите признать себя виновной? Конечно, нет. Почему я должна это делать? Понимаете, если вы будете настаивать на своей невиновности, они предъявят вам обвинение в перевозке. Что влечет за собой смертный приговор. С другой стороны, если вы признаете себя виновной, это даст судье повод смягчить наказание. И таким образом сохранить свое лицо и вашу жизнь. Я ничего не понимаю, мистер Вортингтон. Я всегда полагала, что правда может быть только одна. Я не знала, что это вещь, которую можно манипулировать в угоду несостоятельности законодательства. Я просто вас спросил, вот и все. А я вам просто отвечаю, что я невиновна. И передайте мистеру Карлайлу, что я не признаю себя виновной, даже под страхом смертной казни. Конечно, я передам обязательно. Что-нибудь еще? Нет. Тогда позвольте мне задать вам вопрос. У вас проблемы с алкоголем? Вы всегда так прямолинейны. Только когда моя жизнь находится в чужих руках. По правде говоря, я сегодня немного выпил, но я не злоупотребляю. Это виновата жара. Надеюсь, мистер Вортингтон. Ну что ж. Со своей стороны я порекомендую ему взяться за это дело, и вы, само собой, можете настаивать на своей невиновности. А он согласится? Надеюсь. В противном случае, я ему напомню, что истинно нельзя манипулировать как вещь. Так вы, кажется, выразились. Спасибо вам. За продукт и за все остальное. Вы не знаете, он связался с моим отцом? Я просила мистера Карлайла передать ему дневник. Я его спрошу. В 9.30 совещание по проекту автотрассы Сукум Май, поэтому, пожалуйста, первым делом утром печатайте изменения в контракт. Он лежит у меня на столе. Ричард, она невиновна. Я вам сказал то же самое. Но вы не сказали мне, что она молода, но уже умная и непреклонна, как смерть. Боже, как она похожа на моего отца. Та же бескомпромиссность, прямота, ограничащая с грубостью. Она сама никого не щадит Ричард и не ждет пощады от других. Вы должны ее защищать. Вы так считаете? Я должен? Да. А вы разве так не думаете? Вы можете идти домой, я вам позвоню. Хорошо. Нашей семье понадобилось 4 поколения, чтобы чего-то здесь добиться. И если я решу защищать белую девушку, то наша фирма будет выглядеть, как другие колониальные фирмы. Белая, защищающая белу. И в скором времени тайцы будут думать о нас не лучше, чем о других. Мне кажется, вы преувеличиваете, что может быть хуже этого дела. Ничего, наркотики и деньги хуже не бывает. А вы знаете, с кем наша фирма имеет дело? Каждый день. Эти люди буддисты. Мне ничего не остается, как спросить самого себя, какая нам от этого выгода. Но она не виновна. И тому, кто это докажет, это принесет выгоду. Другим может быть, но не мне. И вот здесь вы ошибаетесь, Хелл. Потому что я скажу вам, что я думаю. Кроме всего прочего, я еще и адвокат. Если я сейчас не встану на защиту невиновного, то грош мне цена. А значит, мы возьмемся за это дело. Мы будем ее защищать. Будь что будет. И уж если мы беремся за это дело, вы должны взять себя в руки. Вы должны упасть перед ней на колени и благодарить, что она дает шанс исправиться такому ублюдку, как вы. Знаете, вообще-то вы порядочная скотина. Но когда вы говорите такие вещи, я готов вас просто расслабить. Только не сейчас, Хелл. Рассылуйте, когда мы выиграем дело. Непременно. Это я вам обещаю. Помните, это не суд, а предварительное слушание. Вам будет предъявлено лишь косвенное обвинение. В чем? Пока не знаю. В любом случае, виновной вы себя не признаете. Слушание будет проходить на тайском языке, поэтому не паникуйте, если ничего не будете понимать. Я буду выступать от вашего имени. Поскольку обвинение очень серьезное, судья может приговорить вас к тюремному заключению. В той же тюрьме? Нет, это был следственная изолета. В настоящую тюрьме. Вроде Клонг Той или Ярд Лау. Или даже Лун Джао. Лун Джао – это самая страшная тюрьма? Хуже не бывает. Главное, ведите себя в суде примерно, чтобы не оскорбить судей. Выказывайте им почтение, они там главное. Не смотрите по сторонам. Если вам дадут слово, старайтесь не повышать голос. И не сидите нога на ногу. Почему? Из-за грязных пяток. У них это считается оскорблением, выставлять грязные пятки. Не волнуйтесь. Катрина Стэнтон. Катрина Стэнтон, вы формально обвиняетесь по статье 65, часть 12-й наркотики в транспортировке 2-х килограммов 400 грамм чистого героина с целью его распространения. В качестве наказания по этой статье предусмотрена смертная казнь. Я обращаюсь к суду с просьбой, согласно статье 87 Уголовного кодекса, взять обвиняемую под стражу прямо в зале суда. Будут ли предложения у защиты отпустить обвиняемую в пресс-салон? Ваша честь, мы обращаемся к вам с просьбой отпустить обвиняемую до начала суда. Мы даем гарантию, что она... В чем дело? Вас берут под стражу, дата судебного заседания неопределена. Какая статья? Статья 65, транспортировка. О, Боже. Вы не виновны. Куда меня повезут? В Лумджао. Вы связались с моим отцом? Я бы не стал возлагать на него надежды. Мужайтесь. КОНЕЦ Все должны сдать деньги и ценные вещи, которые у них имеются. КОНЕЦ КОНЕЦ Если будут деньги, потом выкупишь. Всем снять трусы. Ты тоже. Взять робу. КОНЕЦ Следуй за мной. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это место для фарангов, потому что от всех наркоманов несет дерьмо Для тебя это Бангкок Хилтон, а для меня рай для фарангов Это новый полный чудес для меня день, и такой день больше не повторится Да поможет мне божественное провидение прожить этот день достойно Моя фамилия Стэнтон Кэт Стэнтон Плевать я хотела, как тебя зовут Не обижайся на нее, она всегда себя так ведет, когда я разговариваю с золотоглавым толстячком С великим Буддой Моя фамилия 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Прошу вас, садитесь. ДимаTorzok 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 Когда поезжайте туда, я договорился, что ей разрешат свидание завтра утром. Так что решать вам. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!